Всем привет, с вами Олег с канала Береглаб. Сегодня мы говорим о вулканах и землетрясениях. Начинаем с обзор Солнца. И давайте посмотрим. Там, говорят, произошла вспышка М1.8. Давайте посмотрим на кинотеатр. И что мы видим? Обратите внимание, проблемы с техникой возникают. Вы видите это? Вот технические проблемы. Мне кажется, в этот момент и была вспышка, но толком не видно ничего. То есть, вот здесь вот видно, что с этой стороны вроде бы как похоже на вспышку. Видно, что вот здесь вот засвечено. Ну, то есть, такая мощная засветка происходит. И после этого вот абсолютная тишина, никаких сигналов, ничего. Вот. И смотрите, значит, это было сегодня ночью. Произошло. И, в общем-то, 1.84. И обратите внимание еще, что зоны вот вообще вот этих вот всех вспышек, 3С и зона М, ничего нет. Посмотрите, вероятность какая? 5%. Ребята, у вас на руке уже вспышка М, вы пишете вероятность 5%. А С-класс у вас 3 вспышки происходит за сутки, и вы пишете 60%. А главное, ни одной вот из этой вспышки не определено, где же какая зона. Вот. На Солнце, если посмотреть, то можно увидеть вот дыру. Смотрите, она поменяла форму, стала такая более циркулярная, что сказать. Вот. Вот этот перешей, который соединялся с Южным полюсом, он закрылся. Вот. Но отсюда зато из такой формы очень хорошо, очень хорошо вливается, соответственно, солнечный ветер. Вот. Здесь сейчас смотрят тоже нестабильная зона, которая как раз активная зона с пятнами рядом с этой зодой. И, похоже, выворачивается вот именно то, чего я ожидал. Именно вот на 11 часах, если вы помните, здесь 10-11 часов, как раз происходили вот все предыдущие вспышки, которые у уровня С были. И, если помните, выброс был как раз 3 дня назад, был вот из этой зоны выброс между 10 и 11 часами. Мне кажется, вот эта зона сейчас к нам поворачивается. Ну, давайте посмотрим по факту. Мы, во-первых, видим 8 активных зон с пятнами, резко увеличилось. Во-вторых, меня удивило, смотрите, 29, 31, 4 пятна, вы видите эти цифры. А теперь давайте найдем вот это 29, 31. Да, вот здесь вот она находится. То есть, ее не было вообще, понимаете? То есть, откуда ни возьмись, причем такие пятна довольно-таки мощные. Вот, то есть, были 29, 24, 29, 25, вот эти вот 28, там 29, 27. И впереди пока, как бы, такая зона затишка. Но мы помним, что вот здесь вот у нас находится как раз зона с крупными-крупными неприятностями, мне кажется. Давайте еще в этой проекции посмотрим. Не открывается. Вообще, с компьютером у меня проблемы были вчера. Я записывался два раза. Причем между этими двумя разами я и кэш чистил, и перезагружался. Вообще ни в какую не дает. Я оставил комментарий в одном сайте. Вчера такой, ну, немножко, так сказать, неприветствующей цензуры. И после этого у меня начались проблемы с записями. Я не знаю, запишется это видео или нет сейчас. Вот, ну, по факту мы видим, что геомагнитная обстановка тихая очень, на грани штиля, единички. То есть, все довольно-таки тихо, спокойно. Однако, обратите внимание, на 15 июня в ночь, с 15 на 16 января, вот, у нас ожидается красная зона. Но я говорил, что вот из-за этой дыры нужно ставить желтый уровень, оповещение поставили, даже красный. Ну, потому что он поменял форму, прям видно, что оттуда построится, соответственно, солнечный ветер. Никуда его не избежать. По вулканам, 40 вулканов при норме 40. Буянит Карымский, там продолжают остальные, вроде бы как, в соответствии с ожиданиями. По землетрясениям, очень низкий уровень активности. Сейчас 121 при норме 150, мы и туда 2 и выше. Мы видим, что в Северной Атлантике ничего нет. Вот есть троечка у нас в Гибралтаре. И вот это раз неожиданно здесь 4,3 дает Польша на глубине 10 километров. Ну, это вот один и тот же район, там шахты разрыли. И вот по этим шахтам теперь долбит. Вот, но проблема, что не то, что в шахтах что-то взрывает, а это сейсмичность сама, просто нарушили там структуру коры. И, соответственно, теперь природа там отдувается. Слабое место возникает в земной коре, через которое все выходит. Здесь троечки на западе Греции, вот около острова Кос. Здесь троечки тоже на Крите двойки. И у границы с Турцией тоже двойки мы наблюдаем. В озере Ван мы видим тройку. Вот, интересно, что Иран молчит довольно-таки длительное время. Ну, вот не молчит граница восточной Индии и Мьянмы. Здесь 4,1 на глубине 91 километра, плюс 3,8 там же. 4,2 у нас в Афганистане на глубине 217 километра. А так Средняя Азия молчит уже неделю, вообще ничего нет. Только вот Афганистан бьет глубоким, и все. Здесь в Кемеровской области у нас толчки. Вчера было вот здесь в Иркутску область, а 4-очка, да, после Красноярска у нас, вот, если я не ошибаюсь, где-то в окрестностях Тайшеттен, в Тайшетте, да, в Тайшетте был. Вот, так что активность довольно-таки высока. И вот в Бурятии у нас 3,9 на глубине 10 километров отмечается. Интересно, что на Аулеутах после шестерки, смотрите, автошоков-то нет. Это вулкан Раунд-Соп, это не этот Черешной, как-то его название было. Вот, и активность потихонечку сдвигается к Камчатке. То есть, вы говорили, 4,2 на глубине 10 километров, и 4,0 на глубине 33 километра напротив Петропавловска-Камчатска. Два землетрясения в Японии, всего лишь Курилы, тоже молчат. Вот, в проливе между Филиппинами и Тайванем здесь троечка отмечается у нас. В Центральных Филиппинах 3,0, 3,0 на юге, и 4,4 вот здесь на глубине 57 километров. Так, ну вот, вчера молчала Суматра и Ява молчала. Вот Южная Суматра и Ява, они были молчаливы. На севере здесь 3,121 километра, 3,0, 3,7 Суматра. Ну, вот сегодня мы видим, во что реализуется. Это тишь, которая постояла вчера в 6,6, но довольно-таки глубокая 37 километров, поэтому цунами не будет, вот, но заставляет все равно задуматься это землетрясение. Ну, и там 3,7 происходит в качестве автошока. 3,0 вот здесь на юг от Ява, 4,7 на глубине 10 километров, тоже на юг от Ява. И мы видим, что здесь происходит тоже. Здесь у нас 4,5 на глубине 10 километров. Вулкан Сангинг фигурирует. И дальше тут еще идут 4 тройки. Южнее еще 3 тройки. Плюс двоечки тоже имеются в этом регионе. Так, ну, давайте уже закончим. Тут Восточный Тимур. 4,6 на глубине 10 километров. У Соловейси у нас 4,6 тоже на глубине 10 километров. Плюс еще троечка вот здесь вот у нас. Так, здесь у нас 3,0 и 4,4 на глубине 10 километров. Вулкан Тубар. Три тройки. Тройка у Ламбона и две тройки у нас в Западной Папу. Обратите внимание, что все крупные землетрясения сейчас происходят без автошоков. Вчера было в Папуа тоже крупные землетрясения. Ничего нет. Вот. Фиджи и Тонго замолчали. В Лойлте 4,4 на глубине 10 километров. И здесь у Новой Зеландии сразу 5 землетрясений троечек. И троечка в проливе. Видно, что энергия прошла через Новую Зеландию и пошла дальше. Зимбабве или Соту у нас получается по троечке. Это в Южной Африке тоже неспокойная в последнее время ситуация. Вот. Ну и что мы здесь видим? 4,2 на глубине 10 километров напротив Ванкувера. И 4,3 на глубине 10 километров. Ну, это вот с Аляски спускается сюда. Пойдет дальше через Орегон, где троечка. Вот. Потом Калифорния будет. Там сейчас 3,5. Ну, давайте посмотрим Мексику. В Мексике, в общем-то, на северо-западе более-менее все тихо, спокойно. Две троечки у Калимы. Вот. А в Акапульке-то неспокойно. В последнее время 4,0 на глубине 5 километров. Плюс тут еще 3,3. Вдоль побережья тройки идут. И в заливе у нас 4,0 на глубине 16 километров. Так. Троечка у Никарагуа. Четверка. 4,6 на глубине 32 километра. Вулкан Пуас. Это в Коста-Рике. И троечка в Панаме. Гаити неспокойно в последнее время. Вчера здесь четверки были. Сегодня 3 тройки. В Доминканской республике у нас тройки. И в Британские и Иргинские острова 3,9. Почти четверка. Троечка в Аквадоре. На севере Чили тоже неспокойно. Мы видим максимально здесь 4,315 километров. Здесь много троек. Со стороны Аргентины здесь 4,380 километров. И еще 3 тройки. И вот мы видим 5,0 на глубине 16 километров. Еще там же и 4,1. И, в общем-то, вот этот населенный пункт Кальяпо. В нем неспокойствие мы наблюдали в течение недели. Ла-Сирена на юг тройка. 3,8. Здесь у Вольпараиса. Сан-Хуан 2 тройки. Еще 3,7. Здесь со стороны Аргентины. Ну и уже к югу Концепсиона. Здесь тоже у нас 3,0. И есть двоечки. Так. Эти сэндвичевые острова молчат в этом выпуске. Ну что, можно подводить итоги. В общем-то, вот эти вот в Индонезии то, что происходит 6,6 крупные землетрясения. Да, в Чили у нас крупные землетрясения. Неспокойно у нас на юге Сибири. Камчатка начинает просыпаться потихонечку. Ну и удивляют эти события. Довольно мощная магнитуда, которая происходит в центре Европы. Ну и, соответственно, мы смотрим, что вот здесь на западном побережье Северной Америки тоже. Ну а с вами был Алекс. Канал Береглаб. Живаю отличного пожения.